С нового года в Саратове начнут работать сразу несколько обновленных социальных объектов. Всеми любимый дворец спорта «Кристалл» после ремонта снова заблестел своими гранями. А известная на всю страну первая гимназия и вовсе расширила свои площади. Также в 2017-м в Ленинском районе Саратова появится филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Ранее в этом здании находился второй детский дом. Подробнее о преобразованиях расскажет Полина Попенец. Теперь вам приятно зайти. Какой дворец там? С улицы идете? Великолепно. Здесь все теперь профессионально. Давайте добивайтесь успеха. Победа. Добиваться побед юные хоккеисты теперь будут в обновленном помещении. После двух лет реконструкции Ледовый дворец «Кристалл» заметно преобразился. Новый фасад здания, отремонтированная кровля, современная хоккейная площадка. Вместе с губернатором оценивают работу строителей, министр спорта и молодежной политики области, а также тренеры. Сейчас после Нового года будем еще иллюминацию делать. То есть внешний вид дворца приобретает более современный вид. Так что это очень хорошо. Но также еще сделаны несколько раздевалок полностью ремонтированных. Система водоснабжения сделана. Здесь по типу конференц-зал для онлайн-трансляции. Наши дети очень много участвуют в конференциях международного, российского уровня. Очень много общаются с выпускниками, которые вне России живут, вне страны, вне города. Поэтому мы приняли решение, что это будет такой мобильный класс. Он может конструироваться как нам угодно. Новый год в новых классах. После зимних каникул школьники первой гимназии будут учиться в кабинетах, оборудованных современными гаджетами. На каждом этаже нового корпуса, который достроили в конце декабря 2016-го, расположены инфозоны с электронным расписанием. А также просторный спортивный зал, где ребята смогут играть не только в волейбол и баскетбол, а еще и заниматься на скалодроме. Новый корпус, по словам главы области, не только позволит добиться того, чтобы все ученики гимназии занимались в одну смену, а еще и создать дополнительно две сотни новых учебных мест. Почему сильное наше образование? Потому что есть условия для, прежде всего, учителей, которые здесь профессионалы высшего класса, и для детей, которые получают от профессионалов такие высокие знания. И результат этого школа уже третий год подряд входит в топ лучших школ Российской Федерации. В новом 2017 году в Ленинском районе Саратова появится филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Ранее в этом здании находился второй детский дом. На первом этапе строительства успели установить специальный лифт для инвалидов-колясочников. Отстроили пищеблок, а также медицинские кабинеты с новейшим оборудованием, которое раньше было только в столице. Например, иммерсионная ванна, где смогут проходить курсы реабилитации дети с диагнозом ДЦП. То есть технология была для космонавтов разработана, но, как оказалось, это можно применять в реабилитации, потому что на этом фоне идет разгрузка веса, то есть не чувствует человек опоры. По словам губернатора, первый отремонтированный этаж центра должен будет заработать уже этим летом. Ремонт всего здания планируют завершить к сентябрю. По словам сотрудников социального учреждения, с открытием такого центра дополнительную квалифицированную помощь смогут получать более полутора тысяч детей с ограниченными возможностями.